У нас город такой, страдающий несколькими заболеваниями. Одно из них – борзота. Вчера таксист меня подвез, и за расстояние 100 метров я ему заплатил 60 рублей. В очень скором времени я, наверное, тоже займусь. И такси в том числе, тем более, что у меня есть лицензия. И я сделаю тот такси, который по району будет возить всего лишь за 30 рублей. Это нормальные цены. Но борзеет у нас все подряд. Вы представляете, люди вкалывают. Тяжелая очень работа. В таком положении садить цветы, украшать город. А уже вечером бабушки прибегают и выдергивают эти цветы. Мы завтра вам специально покажем, что осталось от этой кломбы. Но, оказывается, борзеет у нас еще и городское начальство. Потому что за тем уже, за то, что творят бабушки, с них снимается премия. Так вот, этот сюжет посвящен тому, чтобы вы не наказывали, господа, у власти, тех людей, которые руками работают, возятся в грязи. Это вы там бумажки пишете. Ну, конечно, малявы калякать, это не руками работать. Стучать, извините, по делу надо. Стучать надо на автохамов. И ведь стучать-то можно легко, имея видеорегистратор. В Екатеринбурге, в городе Ичище, правильнее, друзья, помнящие славные времена ОПГ, дружно настучали и стучат. Всем, не людям такого рода, по мордам. И на дорогах-то порядок. Но мы из другого теста. У нас крысеныш бюджетный, ради выгоды своей единовременность, способен обгадить труд. Труд тех, кто пашет. Причем, дободавшись не до результата, а до последствий вандального истребления газонов, например. И вот вам кара небесная электронная. В смысле предупреждения, что нельзя. Нельзя такое делать, да потому что факт высажена в срок, высажена с должной плотностью. Факт, если и просмотренный в этот раз, то факт зафиксируется еще несколько раз в эфире и навсегда в интернете. Кто-то считает, что дорожники – это очень легкая работа. Сколько высадили на той клумбе? 3260 штук на той клумбе высажены. И здесь около 2000 вот сейчас должны высадить еще. То есть это реально очень тяжелая работа? Ну да, вот целый день постоять вверх одним местом – это очень, по-моему, тяжело, тем более при такой погоде. Мы говорим про то, что вандализм – это не только бомжи, которые воруют железные заборы. Бабушки, что ли, тоже страдают этим? Бабушки очень страдают этим. Они даже еще и на нас ругаются, даже проклинают. Они считают, что это нигде не считано, это нигде не учитывается. И то, что мы не даем, они еще приходят и специально пакостят. Вечером, то есть пришел, сколько хочешь, нарвал в мешочек и пошел со спокойной душой. А сколько стоит каждый цветочек? Ну, вот так вот. Ну, не менее 10 рублей. То есть вот на той клумбе получается 30 тысяч высажено и еще 20 тысяч на это. И все это деньги магнитогорского бюджета? Конечно. Каждый цветочек считается поштучно. Приемка клумбы ведется поштучно. Ну, в смысле, вы не верите, что только молодежь будылки по газонам разбрасывает? Зря. Клумбы, высаженные только вчера в людном месте, подвергаются нашествию воришек со стажем. Буквально в смысле. Воришек-пенсионеров. Ведь на халяву же. Да будь время советское, время, когда начальство любили за человечность, пожалуйста. Мы ведь тогда в порыве любви драли клумбы, и это воспринималось нормально. Но сейчас-то представьте, за это наказывают. Причем гадить? И получается, по-крупному, оказывается, кому-то нравится. Извините, не надо. Как и не надо швырять мусор из автомобилей. Гадость на дорогах не красит ни вас, ни страну. Это еще и более опасно, потому как гадость впитывается как норма. А с гадостью в мозгах миллионов строить нормальное государство, извините, не получится. Вот то абсолютно дикое количество сюжетов, которые я вываливаю на ваши головы, не значит, что у меня все так хорошо. И у меня нет дыр в семейном бюджете. Да нет, дыр есть. Просто некоторые вещи я должен вам показывать. А иначе как? Иначе все свернется к одной коммерции, которая уже все вас там брыдло, извините за выражение. Кстати, про дыры. Вот эту клумбу мы снимали полторы недели назад. Здесь только-только высаживали питуньи. И вот они, дыры. Здесь ни питуньи, ни других растений нет. Кто создал все это замечательное безобразие? Да вы же и создали. Только в данном случае работают пенсионеры. То есть те, кто наезжает на руководство металлургического комбината. Типа вы же наши акции своровали. То есть вы также начинаете воровать и гадить своим уже горожанам? Только в отличие от комбината вы творите хаос. А на комбинате сплошное очарование. Посмотрите какой он красивый и современный. Так что бабушки, однолетние питуньи больше никогда в жизни не трогайте. Иначе все те труды дорожников будут напрасны.